Рост цен, как на тебе сказывается? Какой рост цен? Ты отмечаешь рост цен или, может, падение цен в магазин? Идёшь, ты же покупаешь что-то. Какой рост цен? Ну, я не знаю, как макароны... Ты куртку где-то покупал же, всё-таки начнуешь в магазин. Ну, понимаешь, как макароны стоили 50 рублей, так они и стоят 50 рублей. Какой вам дам? Мы от них вот уже где. Вы ощущаете рост цен, да? Естественно. Ну, а как в последнее время? Ну, как в последнее время? Мы очень хорошо ощущаем. Очень хорошо. А зарплаты, пенсии поднимаются? Ничего не поднимается, всё стоит на месте, а цены растут. А вы слышали, может быть, правительство планирует новый закон о том, чтобы запретить людям разговаривать о ценах и обсуждать это вслух? Не слышала. Не слышала. Что об этом думаете? Я думаю, что это беспредел. Беспредел? Ну, да. Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего хорошего. Я буду сказать, товарищ парни. По поводу роста цен. Отмечаете ли рост цен в последнее время? А вроде сказали, что цены падают. Ну, точно, я вам говорю. Цены падают? Да. А это кто говорит? У нас в Тамбове, а у вас? У нас растут. А вы из Тамбова, да? Да. У вас в Тамбове цены падают. А на что именно? Ну, падают, по-моему, на электронику падают, на продукты, на мебель падают. Вроде как сказали так. А сами как ощущаете? Говорить-то можно всё, что угодно. Сами как ощущаете? Ну, пока только разговор. А, а на практике как происходит? Раньше вот... Пока ещё не происходит. Это будет в апреле. В апреле, да? И вы верите в это, в то, что говорят, что цены падают? Ну, вы понимаете. Верить, не верить, ну, как говорится, как власть. Как власть, да? Да. А вот выходит закон, который запрещает россиянам обсуждать рост цен в интернете. Как к этому относитесь? Ну, я не знаю. Интернет, верить им или не верить, там может и Америку свою восстанавливать, да? Понимаете? Что-то говорить. Ведь интернет-то, он по всей земле, по всему миру. Так что там можно и не верить. Ну, а сами информацию откуда черпаете? Из телевизора, из интернета? Из телевизора, с газет. Основной это телевизор и газеты, да? Да. А газеты наши местные. Местные, тамбовские, да? Да. А власть поддерживаете Владимира Путина, Единую Россию? Да. Ну, вот выглядит это, на мой взгляд, вот таким образом. Ты приходишь в магазин, смотришь, вчера молоко стоило 60 рублей условно. Сегодня молоко уже стоит 80 рублей. Я спрашиваю, цены подросли или упали? Ты говоришь, упали. Почему упали? Потому что по телевизору сказали, что упали. Если по телеку сказали, в газете написали, значит упали. Конечно, это факт. А все, что видят мои глаза, все, что слышат мои уши, все, что видит мой кошелек, когда я приходил с 500 рублями закупался в магазин, потом с 1000 не стало хватать и 1000, потом полторы не стало хватать, две не стало хватать. Это все ерунда. Главное, что по телевизору сказали, что цены падают. Ну, как у нас принято теперь говорить отрицательный рост. Ну, раз по телеку сказали, значит так оно и есть. Нет оснований не доверять этой информации. Не нужно ничего нагнетать. Как вы отмечаете это в своей жизни? Ну, как и все, наверное. Ну, цены растут? Просто по телевизору говорят, что цены не растут. По телевизору говорят, что все хорошо. Нет, растут. Это заметно, когда идешь в магазин, допустим, с 500-кой туда ходить лучше не надо. Уже не надо, да? Вот, да. Ну, а может быть зарплаты растут, пенсии? Может быть в этом плане? Нет, я пенсионерой работаю, поэтому пенсии мне не прибавляется уже лет пять, наверное. А зарплата, ну, тоже не прибавляется. Ну, поэтому и работаю, что не хватает пенсии. То есть за последнее время вы отмечаете, по сути дела, ухудшение уровня жизни, да? Ну, да, да. Особенно, когда смотришь телевизор, не смотрю. Инстаграм смотрю. Вот. Смотрю и ту, и другую сторону, и за, и против кто. Вот. И стараюсь сделать выводы. Ну, думаю, что да. Люди, конечно, экономят, вот, как говорится, на черный день. Вот. Не дай бог он наступит. Ну, а продукты дорожают, конечно. Может быть, слышали, наша Государственная Дума принимает законопроект о запрете россиянам говорить о росте цен в интернете. Что об этом думаете? Нет, не слышала такого. Ну, они, если это правда, то много чего хотят запретить. Ну, потому что это, как говорится, против шерсти. Вот поэтому. Ну, так. Понятно. А власть нашу поддерживаете? Голосуете за нее? Я хожу на голосование. Ну, так как это таинство, то я не скажу. Понятно. Спасибо вам большое за комментарии. Всего доброго. Хорошего дня. Ребят, давайте пару слов. По поводу запрета интернета. Может быть, слышали, что сейчас Твиттер ограничили и продолжают запрещать интернет. Скоро очередь дойдет до Ютуба. Что об этом думаете? Это ужасно. Ужасно, да? Это очень ужасно. А что с этим делать? Вот. Хотят запретить интернет, сделать чебурнет в своей стране. Чебурнет? Чебурнет, да. Интернет они, блядь, ставят. Интернет. Он нам и нахуй не нужен. Интернет ваш. Я думаю, люди как бы в России должны собраться, как-то противостоять этому. А как этому можно противостоять? Ну, нужно создавать в интернете те же самые петиции какие-то. Поддержку. А вы в школе учитесь, да? Нет. В техникуме. В техникуме уже, да? Да. А как у вас вообще настроение среди молодежи? Поддерживают власть, не поддерживают? Как к этому относятся? Ну, вы про нашу власть? Российскую? Да, да, конечно. В России живем. А я точно могу честно говорить? Сейчас же не 37-й год, правда? Что хочешь, то и говори. Тем более в интернете. Черный воронок за тобой завтра не приедет. Это совершенно очевидная вещь. Да чего прятаться-то? Могло быть лучше, я скажу так. Могло быть и лучше. То есть у вас, среди ваших друзей, большое количество тех, кто власть не поддерживает, да? Ну, не то, что не поддерживает. Я говорю, могло быть лучше. Мы сегодня спрашиваем людей на улицах города про рост цен в последнее время. Как это на вас сказывается? Отмечаете ли вы это или нет? Отмечаем, конечно. И насколько сильно это за последнее время коснулось вашей семьи лично? Ну, насколько сильно. У нас три пенсионера. Надо думать, что коснулось. А просто по телевизору говорят, что цены не растут? Неправда. Это неправда, да? Неправда. А как насчет пенсии, зарплат? Повышаются ли? Нет. Пенсия. Ну, на копеечку повысят и все. То есть уровень жизни за последнее время падает? Падает. И как думаете, что нужно делать? Ну, я не знаю, что нужно делать. Затрудняюсь ответить. У меня нет, просто регулирование цен, как в Советском Союзе. Иначе... А на выборы ходите, голосуете? На выборы ходим, голосуем. Будете поддерживать на следующих выборах, которые пройдут в сентябре, партию власти, Единую Россию? Единую Россию. Без комментариев. Сказывается, отмечаю. Дорожает. Просто по телевизору у нас говорят, что цены падают, что это все вранье. Ну, а когда вы последний раз видели, чтобы цены реально падали? Я такого лично не видел. Вот, и я что-то не видела. Не видели такое. А как относитесь, может быть, к законопроекту, который предлагает Единая Россия о том, чтобы запретить россиянам разговаривать про цены в интернете? Пусть развлекаются, как хотят. Вам все равно, да? Ну, просто я пока не замечала ни падения цен, ни того, чтобы россияне что-то начали прям резко делать после того, как Единая Россия что-то придумала. А может быть, заметили, что в последнее время какие-то ограничения вводятся на интернет, твиттер стал хуже работать? Нет, твиттер стал работать нормально, как и работал, а вот нигде не писали, не говорили, но почта России в тот день легла. А у меня работа очень тесная, связанная с почтой России, и, конечно, в этот день мы были немножко в шоке, потому что почта России не работала вообще. Наверное, нет. Наверное, да. Да? Конечно, да. Не знаю. Просто по телевизору говорят, что цены падают, а как происходит на самом деле, мы решили выяснить. Нет, не падают цены, цены только растут. Растут? А может быть, слышали, что власти готовят законопроект, который запрещает россиянам говорить о ценах в интернете? Я не слышала. Это где по телевизору было? Мне телевизор не смотрят. Не смотрите, вы пользуетесь интернетом, да? Да. А в последнее время, может, отмечаете, что интернет стал работать с проблемами, говорят, что твиттер замедлили? Да. Твиттер замедлили, да. Да, это мы знаем. Да не только твиттер, все, мне кажется, сайты, как домен Т, когда, или как это называется, твиттер с твиттером связаны. У меня интернет вообще не работал один день. Вы это заметили, на себе почувствовали. Да. По поводу роста цен в последнее время. Ну, это ужасно. Отмечаете? Просто по телевизору говорят, что цены не растут. Я отмечаю везде. Везде отмечаете? Везде абсолютно. И что с этим нужно делать? Я не знаю, что с этим делать, мне нет ответа. Нет ответа на вопрос. А может быть, слышали по поводу интернета, что сейчас ограничивают работу интернета? Твиттер падает. Да, немного слышал. И власти собираются принять закон, вот уже приняли по поводу нового интернета, изоляции России. Что об этом думаете? Я думаю, это рано или поздно произойдет, но не сейчас. Понятно. Есть еще время немножко. А как люди на это реагируют? Ну, это скользкий вопрос. Здравствуйте, извините. Короткий комментарий. Мы опрашиваем людей по поводу роста цен в последнее время. Что об этом думаете? Замечательно. Соседка, сказал, живет в доме, где однокомнатная квартира стоит 3 миллиона рублей. Говорит, невозможно, моего 300 рублей стало стоить. Я говорю, покупайте красную рыбу, зачем вы ее едите? Сами или кошкой едят, в общем-то. Это по поводу роста цен, в общем-то. На Машмете люди едят, в общем-то, моего, жареное. Там, в общем-то, это мне рассказывали родственники, чем через стенку, в общем-то, запахи идут. Моего, картошка, в общем-то. Здесь, в Юго-Западном, в общем-то, людям, наверное, действительно дорого, потому что, в общем-то, в основном жареная картошка с кислой капустой, в общем-то, через розетки идет. Ну, а на вас лично как это сказывается в последнее время? На меня я равнодушен к ценам, в общем-то, это самое. Вот. И даже, в общем-то, равнодушен к переизбранию, в общем-то, главного главы ТСЖ, в общем-то, потому что он говорит, приходите к 11 часам, с 11 до 12. Я говорю, дворяне слишком рано не просыпаются. Поэтому говорю, извините. То есть вы рост цен на себе не заметили никаким образом? Я даже на себе роста не заметил, в общем-то. Как было лет 10 назад такого роста, так примерно и осталось. Рост цен, да, в общем-то, не чувствуется. Извините, а вот основной источник информации, откуда вы получаете? Телевидение, интернет, газеты? Исключительно, в общем-то, из своей наблюдательности. То есть глаза дают информацию человеку больше. То есть ты ходишь, смотришь, в общем-то, кто как стал выглядеть. Люди стали одеваться плохо. Вот. Поэтому, в общем-то, чувствуется, что доходы у них упали. Вот. Зачем можно смотреть какой-то телевизор, если ты видишь, собственно говоря, что люди едят? Вы знаете, раньше, в общем-то, люди готовили, ели классную еду, в общем-то, отечественного производителя. Сейчас же они, в общем-то, едят, в общем-то, фастфуд. То есть женщины разучились вообще готовить. Это ужасно, в общем-то, я считаю, в общем-то. То есть есть, в общем-то, такую пищу дерьмовую, которая стоит очень дешево, в общем-то. Я думаю, это просто недостойно каждого человека, бедный он или богатый, согласитесь. Да, а интернетом вообще пользуетесь? Нет. Потому что, в общем-то, вы сами знаете, что те, кто его изобрел, в общем-то, своих детей, они ограждают интернет. Это очень вредно. Вот. Поэтому, в общем-то, я живу в этой реальности, в общем-то. Интернет, это для слабых, бедных людей, в общем-то, я думаю, отсталых. Понятно. А ваше отношение к власти поддерживаете, не поддерживаете? Нет, я воров не поддерживаю, в общем-то. Потому что то, что у нас, посмотрите, вот сейчас показывают, включил вчера буквально Россию-24, там показали, что вырубают тайгу. Ну, как это можно? В общем-то, Путин сказал, что можно вырубать тайгу и отдавать китайцам до 1 января, а они уже вырубают после. Ну, ребят, ну, какая тут власть? Ее нету. А вот предстоящие выборы в этом году в Государственную Думу будут в сентябре. Уже определились, за кого будете голосовать? Я принципиально не хожу ни за кого не голосую, потому что, в общем-то, пока не начнутся посадки у нас, в общем-то, вот, коррупционеров, у нас нет смысла голосовать, то все повязаны. А как прийти к той России, когда начнутся посадки коррупционеров? Что делать народу, что делать нам? Таких людей, как Солженицын, не травить, в общем-то, не уничтожать царскую семью, в общем-то, вот, и жить по законам. То есть, сейчас будет вот пост великий, в общем-то, бороться со своими грехами. То есть, если каждый начнет, в общем-то, будет знать, что не укради заповедь, это действительно про тебя, вот, то тогда и бороться ни с кем не надо будет. То есть, люди будут просто честными, понимаете? Понятно. Спасибо большое, хорошего дня. И вам удачи. Все, всего доброго, до свидания. Рост цен сейчас, он еще связан с, вот, как раз, с тем, что коронавирус по всему миру и, как бы, кризис. Вот, кризис именно из-за локаута, который все страны, по сути, организовывали. И из-за этого получается, что некоторым нужно олигархам, они потеряли прибыль и нужно ее увеличить. А увеличить они смогут только ростом цены. Понятно. А по телевизору говорят, что цены падают, не растут. Что об этом думаешь? Зайдите в магазин и посмотрите в телевизор потом после этого. Вы видите разницу, что цены поднимаются, растут, а телевизор говорит нет. Это провокация. Мы сегодня спрашиваем людей про рост цен. Как ты, может, сталкивался с этим, отмечаешь, что в последнее время цены увеличиваются, либо наоборот, мы наблюдаем, может быть, отрицательный рост? Ну, цены увеличиваются. Мы даже, Россия обогнала Европу по росту цен. А вот президенты по телевизору говорят, что цены падают, и что они предпринимают все возможное для того, чтобы этого не произошло. Что об этом думаешь? Они пиздят. Что? Они пиздят. Ну, я думаю, что президент просто специально говорит, чтобы его рейтинги не падали, наверное, вниз. Я так думаю. То есть это воспринимают как вранье исключительно, да? Привет. Короткий вопрос по поводу роста цен. Как вообще на тебе сказывается рост цен? Отмечаешь ли ты это или нет? Может быть, наоборот, падение цен в последнее время? Да, ну, откуда падение-то? Сейчас уже приняли закон о том, что меня на 200 кусков оштрафуют, если я скажу об этом? Нет, еще пока не приняли, это только законопроект. Да, это пиздец. То есть это, блин, вот эти всякие высказывания особенно поражают, что мы поднимаем там зарплаты, поднимаем пенсии вслед за ростом цен, за ростом инфляции. Но, блин, когда ты увеличиваешь, получается, пенсию или зарплату на процент ниже уровня инфляции, ты ее даже не индексируешь. То есть тут нельзя сказать, что она повышается. То есть в любом случае. Понятно. Твой уровень дохода за последнее время как-то изменился? Да, падает из года в год, естественно. Потому что, ну, вот как вот, банально, вот 9 лет назад я впервые пришел там вот на работу, устроился и так далее, работал я грузчиком. И тогда зарплата у грузчика была 25 тысяч рублей. И сейчас зарплата у грузчика 25 тысяч рублей. Вот только все коммунальные услуги, все цены на, блин, на еду, на бензин, на что угодно, на проезд, опять-таки, все выросло, а зарплаты остались те же. Ну, а как же так получается? Президент говорит по телевизору, что зарплаты растут, а цены падают. Он, получается, врет, что ли? Конечно. Врет, да? Да, естественно. Ты вообще пользуешься интернетом? Ты активный пользователь интернета? Да, бывает. Бывает, да, вот. Просто президент рассказывает нам, что в интернете сплошная детская порнография, детская проституция и наркотики. Видишь ли ты это в своем контенте, когда ты открываешь интернет? Нет, не вижу. И знаешь, мне кажется, из-за чего так у него получилось? Просто еще в 19-м, в 18-м году он неоднократно, в принципе, высказывался о том, что интернетом не пользуется в принципе. И мне кажется, он просто случайно на локалку кремлевскую зашел, понял, а там ничего, кроме проституции, порнографии и наркотиков не оказалось. Рост цен, как на тебе сказывается? Какой рост цен? Ну, ты отмечаешь рост цен или, может, падение цен в магазин? Идешь, ты же покупаешь что-то. Какой рост цен? Ну, я не знаю, как макароны... Ты куртку где-то покупал же, все-таки начнуешь в магазинах. Ну, понимаешь, как макароны стоили 50 рублей, так они и стоят 50 рублей. Макаронки стоят всегда одинаково. То есть цены, по-твоему, не растут? По-моему, не растут. Не растут, да? Как сахар стоил, столько он и стоит. Да? Да. А ты в магазин сам ходишь, поэтому сам это видишь. Да, да, да. А может быть по зарплате в последнее время, как это меняется? Растет зарплата? Я не работаю, слушаю. Ты не работаешь, да? Да, я не работаю. А на что ты живешь? Ну, так. Так это как? Так это так. Ну, а что мы пришли сюда обсуждать? На что я живу или... Не, просто интересно, на что живут. Да, может, ты шпион? Не, может, ты шпион, да? У нас-то нигде не написано, что человек... А интернетом пользуешься? Интернетом пользуюсь, да. Его не отключили. Не отключили? Не отключили. У вас интернет отключили? Нет, твиттер стал куда работать. Там провайдеры какие-то. Они же сказали, что я должна отключить, потому что 10 лет прошло. Да, да, и мы про это говорим, что 10 лет прошло, а... Вот у меня ничего не отключили. Ну, тебе повезло, да? Мне очень повезло. Очень повезло, мы тебя поздравляем с этим. Смотрите, ребят, короткий комментарий, не дадите по поводу роста цен в последнее время. Может, отмечаете, как-то сами столкнулись с этим? Даже не знаю, я ничего не покупаю просто. Ничего не покупаете, да? Ну, да. А как это так? Как вообще можно? Не знаю, как все получается так бесплатно. Мы проводим опрос общественного мнения по поводу роста цен в последнее время. Может, как-то сталкивались, на вас как-то отразилось, на вашей семье? Ой, очень отразилось. Отразилось, конечно. Цены постоянно растут, особенно яйца вообще 100 рублей стоят. Я в шоке. Понятно. А вот по телевизору просто говорят, что цены падают. Как это можно прокомментировать? По телевизору я не слышу, я вообще телевизор не смотрю, но цены очень растут. Это прям отражается сильно. Может быть, слышали, Государственная Дума готовит законопроект, который запрещает россиянам разговаривать про рост цен в интернете? Не слышали. А что вообще об этом думаете? Не, ну как можно запрещать что-то говорить? Это, знаете, от этого никуда не деть. Так, что вот это не может быть логикой. Я не знаю. Я говорю. Убегу. Продолжение следует...